Добрый день, ребята! Меня зовут Вера и я рада всех приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поговорить о такой проблеме у нашей рассады, как нехватка или дефицит кальция. Как можно определить, как можно увидеть, что да, наша рассада или мы уже высадили ее в тепличку, эту болезнь. Ну, во-первых, вот как у меня, видите, на рассаде вот такие желтые кончики листьев становятся желтенькие, не видно, наверное, желтые такие. И они потом будут такие, знаете, как будто рифленые, резные как будто бы. Вот, это уже сигнал мне, что у моей рассады нехватка кальция, то есть кальцевый дефицит. Вот. Что, вот, как говорится, мне бы и вам, и себе хотелось бы посоветовать? Ну, это, во-первых, обязательно комплексное удобрение, в котором, в принципе, есть все, что необходимо для моей рассады. Ну, если у кого-то будет такая проблема, то и для вашей. Чтобы голова ваша не болела, внесите комплексное удобрение, чтобы там было все, и макро, и микроэлементы, и марганец, и железо. Постарайтесь приобрести такое удобрение, в котором уже, можно, как говорится, заложено все, все микро и макроэлементы, которые необходимы для нашей рассады. Прежде чем нам ее высадить в грунт, нужно постараться на один квадратный метр внести два стакана доломитовой муки. Обязательно. И примерно две столовые ложки на этот же квадрат удобрение. Комплексное удобрение. Это будет вообще шикарно. Но, если у нас этого нет, под рукой, там живем в деревне, далековато, но внесите вы одну столовую ложечку, как говорится, в каждую луночку золы. Не переусердствуйте, не нужно ее там прям вот уже сколько вносить. Нет. Ложки хватит в лунку золы. Либо вот просто посыпьте ее, как говорится, золу по всей, как говорится, нашей грядочке. Понемногу рассыпьте, как знаете так, притрухните ее по нашей гряде. И уже будет какой-то вот эффект, будет какой-то толк. Ну, как говорится, если уже, в общем, нужно следить с первых дней за нашей рассадой. Вот как только, как только мы замочили семена наши в марганцовочке, это обязательно, чтобы насытить наше семечко марганцем. Это прям, ну вот, прям нужно взять на заметку. Второе, как только вы ее высадили, она вам там дала растишечку через каких-то там 10 дней, подкормите ее слабым-слабым раствором марганцовочки. Вторая, там третья подкормка. Ну, несите хотя бы кальций, кальциевую, то есть селитру, 2 столовые ложечки на 10 литров воды. И ваша рассада вас отблагодарит хорошим, прекрасным урожаем. Давайте заботиться о наших растишках, о нашей рассадке, чтобы она впоследствии вот именно был прекрасный, хороший урожай. А вот у меня цветет, по-моему, это у меня клэри посадила. Нужно посмотреть в записях, что же я сюда торкнула. Хорошо, у меня так прям вот мне нравится капусточка ранняя. Ну, а пекинка у меня что-то желает оставаться лучше. Здесь вот позднее, по-моему, московское. Так что вот так, ребята, делюсь с вами такими маленькими-маленькими, не знаю, опытом даже не знаю, как назвать это. В общем, если кому-то буду полезна, буду очень-очень рада. С вами была Вера. До новых встреч. Пока-пока-пока. А я пошла делать салат. Продолжение следует...